Это новое знание от лучших людей нашей страны. И известно, что учитель — это не тот, кто учит, а тот, у кого хочется учиться, и тот, у которого мы учимся. А согласитесь, учиться всегда хочется у лучших. Именно поэтому я приглашаю сейчас на сцену нашего следующего гостя, нашего следующего выступающего, председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Романовича Легоиду. Владимир Романович, здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо, что вы с нами. Спасибо большое. Вам слово. Пожалуйста. Спасибо. Привет. Не устали? Отлично. Вы видели тему, которую мне предложили, или мы предложили вместе с коллегами, учитель-ученик — знание образования в современном мире. Я объясню, почему выбрана эта тема. Я окончил Институт международных отношений в прошлом веке, в 96-м году, и с тех пор там преподаю. Поэтому эта тема образования и тема преподавания ученичества — тема, которая меня очень волнует. Поэтому, собственно, мы специально ее так широко сформулировали. Я буду говорить о том, что меня занимает, что меня волнует, что меня беспокоит. Я буду очень рад, если у нас с вами установится какой-то диалог. Коллеги будут мне показывать тут всякие грозные сигналы, когда я должен остановиться. Потому что, вы знаете, преподаватели как телевизор. Вы знаете телевизор? Видели, да? Такие гаджеты старые есть. Его надо вовремя выключить. Но вот смотрите, с чего я хотел бы начать. Просто несколько проблем, которыми я хотел с вами поделиться и с вами обсудить. Как-то у меня была лекция по искусству. О природе искусства мы говорили. И я решил так немножко выпендриться и ребят поддеть. И вспомнил стихотворение Пушкина «К морю». У Пушкина есть такое стихотворение. И вот я его начал читать. Девчонки знают, молодцы. «Прощай, свободная стихия, последний раз передо мной». И тут я говорю, слушайте, а кто может продолжить? Все молчат. Ну, уважающие себя студенты сразу не должны отвечать. Они должны изобразить мыслительный процесс. Молчат. Я говорю, а автор? Автора помнит кто-нибудь? И вдруг один пацан с последнего парта поднимает телефон, говорит, нет интернета. И вот, понимаете, вот эта вот история, я ее очень часто вспоминаю, потому что это характеристика, простите, и поколения вашего. И нашего, и времени. И я ребятам тогда сказал, говорю, а чего вы радуетесь? Вот вам выключили интернет, и все. И мне кто-то говорит уже с первой парты, знаете, такие продвинутые. Не выключат. Кто вам сказал, что не выключат? Вот так выключат. Выключат, отрегулируют все, что угодно. И что мы можем без интернета? Почему это важно? Почему мы должны что-то запоминать? Вот был такой великий человек Эйнштейн. Помните старика Эйнштейна? Эйнштейн говорил, что я не запоминаю то, что можно прочитать в любом справочнике. Вот с момента, когда Эйнштейн это произнес, мы сегодня ничего уже не запоминаем, поскольку есть эта вот ерунда. Эйнштейнов как-то больше, по-моему, не стало. Но какую это ставит проблему? Вот эта тема, собственно, первая тема, с которой я хотел бы начать. Это тема памяти. Память, образование, культура. Вот как эти вещи связаны? Память. Почему это важно? Память. Был такой интеллектуал, недавно, к сожалению, от нас ушедший, итальянский, Умберто Эко. Может быть, вы знаете, он специалист по средним векам, медиевист, как говорят в академической среде, специалист по языку. Ну, много, короче говоря, у него было специализации. Он, кстати, написал лучшую книжку из серии «Как писать дипломную работу». Если кому-то еще предстоит, вот рекомендую, все остальное можете не читать. Лучшее, что на эту тему на русском языке есть, это Умберто Эко, «Как писать дипломную работу». И вот у Умберто Эко есть знаменитое письмо к внуку. Он пишет своему внуку и говорит, «Дорогой внук, очень круто…» Ну, я своими словами пересказываю, тем более, что перевод с итальянского. «Очень круто, что ты в любой момент, когда тебе нужно что-то посмотреть, кто такой Карл Великий, неважно, ты можешь это через секунду увидеть, в Википедии, неважно где, но старайся это запоминать». И тут я продолжу Умберто Эко, почему надо запоминать? Потому что проблема и вот эти гаджеты довели нас до того, что всякий раз, когда нам надо вспомнить, кто такой Карл Великий или как назывались каравеллы, на которых Колумб приплыл в Америку, мы опять будем открывать Википедию или что-то подобное непотребное и искать там, а что же это такое. Скажете, ну и что, раз она всегда есть, мы не будем засорять память, будем запоминать что-то другое. Почему вообще важно запоминать? Непростой вопрос, важно ли, не важно. Умберто Эко очень жестко пишет дальше в письме. Он говорит, он сравнивает это с чем? Это говорит, не запоминать, это все равно, что если ты узнал, что от твоего дома до булочной можно доехать на трамвае или там троллейбусе, или автомобиле, ты перестаешь пользоваться, перестаешь ходить. Он говорит, я знаю, что ты занимаешься спортом, но если перевести эту аналогию на память, мозг, память, как мышцы, если не упражнять, они атрофируются. И Умбертек, вот тут я уже цитирую, причем на русском и на итальянском это прозвучит одинаково, он говорит, ты превратишься в идиота. Так это или не так? Он скажет, нет, ну подумаешь, но есть люди, умные люди с плохой памятью. Есть же, да? Есть? Девушка не верит, очень серьезная сидит. Как вы думаете? Думаете, нету? Есть. Вот видите, мы с вами здесь совпадаем. Но почему это важно? Другой интеллектуал прошлого века, Юрий Михайлович Лотман, был такой замечательный советский философ, филолог, он говорил, что культура – это память. А я дерзко продолжу и скажу, что человек – это тоже память. Представьте себе простую ситуацию, которую вы наверняка видели в фильмах много раз. Вы просыпаетесь, и вы ничего не помните. Вообще. Давайте доведем это до абсурда, чтобы понять ценность такой категории, как память. Вы просыпаетесь, и вы ничего не помните. Понимаете, что такое память для нас? Все. Все. Не только культура – это память. Человек – это память. Вот я помню мою бабушку, она у меня жива, вот здесь, в моем сердце. Если я перестану ее помнить, ее не будет в моей жизни. Вот у меня сейчас мелкие, так сказать, дети мои, и они застали прабабушку. Я все время с ними про нее разговариваю, потому что как только они забудут, она перестанет быть частью их жизни. Человек – это то, что он помнит. А память, с точки зрения развития цивилизации, совершила колоссальную эволюцию со знаком минус. Вы прекрасно, конечно, знаете такие великие произведения, как «Илиада и Одиссея». Знаете, как раньше определяли культурного человека, образованного от необразованного. Если «Илиаду с двумя» он пишет, значит, необразованный. А так хочется с двумя написать. Так вот, вы же помните, что «Илиада и Одиссея» возникла в устной культуре. В устной. И веками существовала. То есть люди. Вы представляете себе объем? Бедные мои студенты сегодня не то, что там прочитать «Илиаду», они пересказ «Илиады» сокращенный не могут прочитать и запомнить. А люди это помнили наизусть. Что ударило по устной культуре? Появление письменности. Потом книгопечатание. Ну, интернет, так сказать, уничтожил. У меня в группе, когда я учился МГИМО, у меня был однокурсник, Леша Захаров, мой близкий друг. Он в армии выучил Евгения Онегина наизусть всего. Он воспринимался как былинный богатырь. А вон идет Захаров, который знает. Он, кстати, из Нижнего Новгорода. Который знает наизусть Евгения Онегина. Понимаете? И вот так, видите, память приходится подсматривать. И поэтому, конечно, это такая очень серьезная проблема. Первая, про которую я вам хотел сказать. Вторая проблема, то, о чем я сказал. Что у нас забирает память? Гаджеты, интернет. Я не буду сейчас, не думайте, что я сейчас, как все, так сказать, возрастные люди, буду говорить, вот интернет, вы сидите в интернете. Да это хорошо. Сидите, пожалуйста, на здоровье. Есть очень много хорошего в интернете. Правда, этим никто не пользуется. Вам, наверное, это сейчас сложно представить. А когда в 1900, о ужас, в 1900, я не мешаю вам, ребят, нет? Коллеги за камерой, не мешаю вам, нет? Спасибо большое. Так вот, в 1989 году далеком я приехал в Свердловский государственный университет. Это сейчас город Екатеринбург. А я жил в северном Казахстане, в маленьком городе Кустанай. Сейчас это другое государство. Тогда было одно большое советский союз. И вот я приехал, в восьмом классе я был, я хотел поступать на философский факультет. И мне ребята дали книжку «Самыздат». Знаете, что такое «Самыздат»? На машинках печатали, печатные машинки были до компьютеров. Потому что Карла Юнга, а бессознательно. Потому что эту книгу нельзя было в Советском Союзе купить, прочитать, невозможно. И вот до доступа не было. Но вот я ночью с фонариком под одеялом в восьмом классе в общаге Свердловского университета, я ее читал. Сейчас, может быть, кто-то слышал об этой книжке, я в восьмом классе ее читал. Все интересно. Смотрите, доступность оборачивается невостребованностью. Все есть, это никому не надо. Вторая опасность, которая таит в себе интернет, это иллюзия знания. Иллюзия знания. Почему? Потому что вот этот легкий доступ, и вот вы, кто-то вам что-то сказал, я произнес там «Лотман», вы приходите домой, девчонки знают, я вижу, а вот кто-то не знает, они говорят, посмотрите, что там чувак про Лотмана говорил нам. Набирают Лотман, прочитают, а, ну все понятно, ничего не понятно. Ничего не понятно. Чтобы понять, кто такой Лотман, нужно много и серьезно работать. Так же, как выучить язык. Как выучить язык за две недели? Знаете как? Никак. Точно так же. Как узнать и за два месяца тоже? Никак. Как человек, который учил много разных языков, я совершенно ответственно заявляю. Так вот, то же самое и здесь. А интернет создает иллюзию. Вы посмотрели три с половиной ролика в Ютьюбе, что такое Древняя Греция? Ну все понятно с Древней Греции. Все понятно? А почему, кто-то скажет, ну и раньше же это было, вот книжки смотрели. Было не так. Почему? Книги – это намного более верифицированное знание. Что это значит? Это значит, что вы в книге всегда можете посмотреть, кто автор, кто рецензент. Если эта книга научная, там обязательно должны быть рецензенты, там доктор таких-то наук. Это сразу создает другой контекст. А интернет создает некоторое, то, в котором мы плаваем. Потому что специальный интернет, там, где можно почитать всего Лотмана, до него никто не добирается. А вот поверхностный, он создает вот эту иллюзию представления о том, что мы знаем. И последняя вещь, тут мне пока страшных знаков не показывают, но все-таки я буду немножко ускоряться, потому что мне очень хочется в диалог перейти. Но есть такая штука, называется когнитивное искажение. Это когда, понимаете, что такое когнитивное искажение, когда это связано со знанием, и происходит некая вот такая аберрация смысла. Перехожу опять на незнакомый язык. И есть такой эффект рационализации. В чем он заключается? В том, что вот какую бы вы не заняли точку зрения, о чем угодно. Вот вы, например, не знаю, послушали, есть у нас такой певец, не будем показывать пальцем, который считает, что Земля плоская. И вот вы услышите, интересно, а вдруг правда плоская? И вот вы в интернете можете найти подтверждение, подтверждение каких-то еще чуваков, которые вам будут говорить, ну, конечно, плоская, вот посмотрите, здесь вот нарисуем, а вот корабли там. И вот эффект рационализации, это что чего бы вы себе не напридумали, вы можете с помощью интернета найти как бы, вот это не слово паразит у меня в речи, я сознательно использую, как бы подтверждение, что это так. И разум человека устроен таким образом, что все то, что будет вам противоречить, вы будете отбрасывать. Вы либо будете это интерпретировать в свою пользу, либо не замечать. Почему этого не было раньше? А потому что интернета не было, и если бы вы решали, что Земля плоская, вы вынуждены были проверять свою точку зрения в книгах и быстро бы поняли, что это не так, либо в разговорах с умными людьми и тоже поняли бы, что это не так. А сейчас мы же все живем в этом пространстве, до людей мы не добираемся, до книжек мы не добираемся, а в интернете мы, повторяю, любую самую фантастическую, самую, не побоюсь это слово, идиотскую точку зрения, вы можете с помощью интернета подтвердить и убедить себя в том, что, ну, конечно, а как еще, если не так. И тут мы тогда вплотную подходим к следующей теме, что может стать препятствием, да, вот такому. Это образование. Что такое образование? Тема совершенно необъятная, неподъемная для одного разговора, для десяти разговоров, поэтому я просто на три, раз, два, три, на три момента хочу обратить ваше внимание. Первое. Образование, категория образования тесно связана со знанием. И вот сегодня мы говорим, мы живем в эпоху информации, кто владеет информацией, там, владеет миром, информация дает силу, там, мощь, знания и так далее. Информация и знание – это очень разные категории. Информация с образованием никак не связана напрямую. Поэтому, почему я сказал, интернет создает иллюзию образования? Потому что информация – это не мировоззренческая категория. Она не создает, вот сколько бы вы от количества информации, у вас не растет, не складывается в голове картина мира. А картина мира складывается тогда, когда вы научаетесь с этой информацией работать. Это первый образовательный момент. Второй момент. Что такое образование? И это то, чему сейчас брошен вызов. Образование, глубоко в этом убежден, это прикосновение, вхождение, знакомство с мировой культурой на разных уровнях. Вот есть уровень школьный. Он замечательный, он прекрасный. Низко кланяюсь в ноги учителям, которые работали, которые меня учили, которые сейчас учат вас, там, ваших младших братьев и сестер и так далее. Но когда вы приходите в университет, в чем ценность университета? В том, что это вхождение в мировую культуру на надшкольном уровне уже, на внешнем уровне. Это другой уровень. И это очень важно. Знаете, какой, я глубоко в этом убежден, самый большой вызов, сейчас мы же живем в эпоху вызовов, самый большой вызов университетам вот сейчас, в начале 21 века. Это профессиональные программы больших корпораций. Вот Google, например, за три месяца может дать вам профессию, может дать вам сертификат и даже взять вас потом на работу. И вам не надо читать Данте, вам стопудово не надо знать, кто такой Лотман. Вы спокойно проживете без Пушкина и будете зарабатывать свои деньги. В чем проблема тогда? Может и не надо, но можно же прожить без Данте, то можно, конечно, прожить. Но вот Google может дать вам сертификат, может дать вам диплом, он не может дать вам образование, потому что образование – это вхождение в мировую культуру на надшкольном уровне. Когда вы понимаете, что Данте – это не какой-то чувак, который написал когда-то давно-давно что-то, а это книга про каждого из нас. Только вы должны встретить учителя вот тут к нашей теме, который вам это объяснит, который вам поможет понять, что это не просто что-то, что случилось с Вилли. Это абсолютно уникальная ведь книга. Абсолютно. Моя любимая книга «Дон Кихот», но у Дон Кихота очень много подражателей, в том числе в русской литературе. Данте уникален ни до, ни после, ничего подобного не было написано. Я про Данте могу читать, не знаю, сто лекций. Сто нет, хватанул, сто не смогу. Я языков не знаю, как Чапаев говорил в одном советском фильме, но ты такой, Чапаев, вы, скорее всего, уже не знаете. Ну, неважно. Так вот, великий Данте, что это даст вам для профессии? Профессии ничего не даст. Но если вы смотрели, а вы, наверное, смотрели фильм «Общество мертвых поэтов». Смотрели? С молодой девчонкой смотрели, которые знают Лотмана, они смотрели, молодцы. И вот там, помните, учитель литературы, Робин Уильямс, которого играет, они спрашивают, зачем читать? Он говорит, почему мы читаем стихи? Спрашивает у школьника, почему мы читаем стихи? И он говорит, мы читаем стихи, чтобы завоевывать девушек. Потому что там мужской класс, значит, колледж. А дальше начинает объяснять, говорит, мы читаем стихи, потому что мы представители рода человеческого. Вот образование делает нас представителями рода человеческого. Вспомним память. Если вы знаете Данте, если вы помните Данте, Ваша жизнь сильно богаче, чем жизнь того человека, который получил трехмесячный сертификат Google и на Google сейчас работает и хорошо зарабатывает. Потому что в его жизни этого нет. Нет. У него вот такая маленькая, очень может быть классная, тусовочная, но жизнь без Данте. Мне такая жизнь была бы скучна. Еще одна важная вещь, которая дает образование. Если вам еще никто не говорил этой фразы, то вам кто-то должен ее сказать, давайте это буду я. Образование, один из результатов образования, это научиться останавливаться в шаге от обобщения. Что это значит? Вообще, чтобы делать обобщение, нужно очень много знать. Нужно быть очень смелым человеком и, простите за стилистическое снижение, отвечать за свои слова. Потому что если вы возьмете любую научную книгу, например, я сейчас читаю очень много книг, есть такой потрясающий историк-античник, антиковед, как они называют себя, Игорь Евгеньевич Суриков. Может быть, ведущий наш историк по архаической Греции. То есть по той Греции, которая была доклассической. То есть доклассической Греции. То есть это 8-6 века до нашей эры. Представляете, как давно он все знает. Вот у него потрясающие книги про ту эпоху, у него про Гомера есть книг, про Сократа. И они написаны очень популярно, настоящие научные, но очень популярные. И там очень часто встречается фраза, которая выдает в нем настоящего ученого. Он говорит, принято считать там то-то, то-то, то-то. В действительности все гораздо сложнее. Или в действительности все было гораздо сложнее. Он образованный человек. Вот почему я говорю, есть школьный уровень, на котором можно все изучать. И Гомера, и все. А потом приходите в университет. Зачем опять читать Пушкина? Вы уже прочитали в школе. А потому что вы переходите на другой уровень. И даже того же Лотмана комментарий, если вы читали, девочки, перечитайте через пару лет, и вы увидите, что это другой текст. Потому что вы другие. Буквы там те же, а мозги у вас уже другие. Понимаете? И вы увидите, что в действительности все гораздо сложнее. Когда человеку все просто? Ну, когда он полторы книжки прочитал. Знаете, когда у человека спрашивают, какая ваша любимая книга, если он отвечает, значит, он в жизни читал эту книгу одну. Потому что человек, который читает книги, ну не может быть у него одной любимой книги. Вот Лена, моя любимая, бывшая студентка, со мной не согласна, но это действительно так. Нет, не может быть у человека одна любимая книга. Сколько у меня еще? Еще говорю, да? Я забыл знаки. Я помню, вот так мы договорились, вот так, так, и потом вот так. Вот это конец, вот это конец, да. Да, и тут мы подходим, вот я произнес фразу, да, такую, что вам кто-то должен это сказать, или там про Данте. Мы подходим к теме учитель-ученик. Здесь, смотрите, какая штука. Я глубоко убежден, что, я вот про это сейчас говорил там журналистам, там, там, не помню, про то, что одна категория, одна группа не существует без другой. Вот говорят, что учителя, там учат учеников. Да, учат, безусловно. Более того, знаете, когда вот мои коллеги начинают говорить, ой, мы не знаем, кто кого больше учит, мы их или они нас. Ну все, тогда иди домой. Ты ошибся профессией. Если я пришел к себе, ребят, вы знаете, я тут, меня позвали лекцию прочитать, ну, блин, наверное, я вообще-то, давайте лучше вы расскажете. Ну, что ты тогда пришел? Ну, садись сразу в зал и сиди тогда. Зачем? Вот. Но, но учитель никогда не состоится, если не будет учеников. То есть людей, которые готовы стать учениками. Вот вы готовы. Вот девушка сомневается, да. И поэтому вот у меня с ней может не сложиться, да, в хорошем смысле этого слова. Потому что люди должны быть готовы. А что значит быть готовым? Это вам, скорее всего, не понравится? Скорее всего, не понравится. Но я убежден. Я называю это три С. Человек может состояться как ученик, если он в состоянии слушать, слышать и слушаться. Вот третье, я понимаю, что не нравится, да, вижу, что не нравится третье, да. Но слушаться, это не значит конспектировать, как сейчас вот это меня потрясает. Я читаю лекции, и потом мне приходят на экзамен, и девчонки начинают и шутки мои пересказывать нелепые. Я говорю, а ты зачем? Ну, это же вот конспект. Причем, как известно, конспект делает одна отличница, а потом остальные все. Ну, это чудовище. Но что значит слушаться? Слушаться, значит, есть такое ключевое слово для отношения учителя-ученика, это доверие. Был такой замечательный ученый Тимофей Фрисовский, про него когда-то Даниил Гранин, надеюсь, вам известно, написал книгу «Зубр». И вот Тимофей Фрисовский, великий наш генетик, он прошел сталинские лагеря, человек потрясающей судьбы, он учился в Киевской гимназии дореволюционной. И он в своих дневниках очень интересных пишет, что, когда он учился в школе, он говорит, я был такой человек, плохо поддающийся воспитанию, но у моего учителя было одно качество, которое для учителя является главным. Он говорит, я не мог обидеть, и там называют его по имени и отчествам Петра Ивановича. Вот это ключевой момент, когда есть доверие, когда ученик слушает, слышит и слушает, он понимает, что это вот тогда искра. It clicks, как говорят в Соединенных Американских Штатах. If it clicks, then it works. If it doesn't click, it doesn't work, if you know what I mean. И еще, слушаться, повторяю, не значит беспрекословно подчиняться и не спорить. Наука в нашей цивилизации, в той цивилизации, в которой мы с вами принадлежим, есть такая версия у историков науки, что наука начинается и зарождается тогда, когда Анаксимандр, ученик великого первого, как говорят нам все учебники философа Фалеса, с ним не согласился. При этом Фалес сам стимулировал Анаксимандра, чтобы он с ним не соглашался и предложил бы другое объяснение той проблеме, над которой бились, собственно, все первые философы, как об этом нам повествуют, опять же, разные учебники по истории философии. Поэтому вот так и рождается наука, так, когда ученик не соглашается с учителем. Но это не значит, что ты пришел на первую лекцию, сел и сказал, да, все, я сам помню. Какой гомер? Я еще, бабушка, мне на горшке сидел, читал. Все, вот это не работает. И чем я хочу закончить? Две минуты, да, все, я заканчиваю. Я обычно на первой лекции, когда с ребятами общаюсь, всегда про это рассказываю. Был такой ученый, простите, философ, мыслитель Конфуций. Точнее его звали Кунг Фу Цзы, но мы его называем Конфуций, китайский мыслитель, с 6-5 веков до нашей эры. И вот в его книжке «Лунью и беседы и суждения» у него есть такая фраза. Он говорит, учиться и не размышлять – это занятие пустое. А размышлять и не учиться – это занятие опасное. Чуть-чуть подумаем, и я на этом закончу. Что значит учиться и не размышлять? Ну, это вот, чтобы никого не обидеть, вот отличницы и ки, которые вот сидят, и вот они говорят, кто? Я, а что? Все, все, вышел, все, рассказала, молодец, шутки учителя передал, все, ой, Машенька, садись, пять, Машенька вышла, все, забыла, все. Учиться и не размышлять, то есть не думать над тем, не задавать себе вопросы, а почему это так. Вот Лена не даст соврать, я всегда говорю, когда студент может считать, что он готов к экзамену, когда он понимает, что ответ на любой вопрос, он может своему младшему брату, маме, сестре за чаем своим языком рассказать. Если не можете, вы не готовы, вы можете наизусть знать учебник, вам может казаться, что вы все поняли. Если вы не в состоянии объяснить это не преподу, а нормальному человеку, желательно вот из вашего окружения на том языке, на котором вы общаетесь, потому что когда вы садитесь сдавать экзамен, вы сразу начинаете кричать на каком-то другом языке, этого делать не надо. Вот учиться и не размышлять, занятие пустое. Размышлять и не учиться, занятие опасное, потому что помимо записных отличников есть непризнанные гении. В каждом классе они есть, в каждой университетской аудитории они есть. Они сидят, отличники сидят на первой парте, непризнанные гении сидят на последней. Такие, да ладно, что там, да знаем мы, там все, Лотмана сами мы читали и писали. Обычно эти люди в университете, вот мой опыт преподавания с 1995 года, показывает, что они деградируют к третьему курсу. Поэтому я, и на этом я заканчиваю свою арию московского гостя, я вам желаю в этой жизни учиться и размышлять. Спасибо вам за внимание. Это не завершение, конечно, нашей встречи. У нас есть вопросы онлайн, приходят, есть вопросы в зале. Давай, Даша, начнем с нашего вопроса. Да, мы про современное высшее образование говорили, да, и много сейчас говорят о том, что оно находится в кризисе. Вот согласны ли вы с этим? И вообще в принципе сейчас, да, какие тенденции в мире, в нашей стране, да, вот в системе высшего образования? Если оно находится в кризисе, это хорошо. Потому что кризис, это, а, это не смерть, и это не падение. Насколько я понимаю, базовая трактовка кризиса заключается в том, что это нижняя точка падения. Если смерть не наступила, после кризиса только вверх. Поэтому если кризис, это очень хорошо. Это значит, что дальше мы будем развиваться, и все будет замечательно. Ну или лучше, чем было до того. Находится в состоянии, если говорить, вот уйти от этого образа кризиса, не в очень хорошем. В том числе и потому, что, понимаете ведь как, должно быть ясное понимание, должна быть какая-то цель. Должно быть понимание того, что такое образование. Вот мы сегодня чуть-чуть о чем-то сказали, да, но ведь очень многие тенденции, которые сегодня существуют в образовании, в том числе и в высшем, они идут против того, о чем я сказал. Ну не потому, что я всегда прав, да, но потому, что это очень тревожно. Потому что вот нам, вы же наверняка знаете, мы заполняем там на вас всякие эти там компетенции, навыки. Но как сказал мне когда-то один очень умный человек, что компетенции есть у служебной собаки. Но мы же, так сказать, не про служебных собак, правда? Понимаете, я вот забыл одну важную вещь сказать, что вот меня тревожит, почему это даже у нас сейчас учебный план, многое уходит. Даже вот зачем читать литературу, вот зачем там будущим экономистам читать Достоевского или Данте. И один ответ я вам дал, да, это вот ответ из общества мертвых поэтов, но есть и другая вещь. Понимаете, вот я не могу, я сейчас так отвечаю, когда меня спрашивают, ну прямую, зачем нам читать там братьев Карамазовых? Я не знаю, каким образом вам это пригодится в жизни. Но у меня нет ни малейшего сомнения, что те, кто прочитает братьев Карамазовых, будут обладать конкурентными преимуществами по отношению к тем, кто их не прочитает. Во-первых, потому что сложные, умные, серьезные книги формируют эмоциональный мозг и формируют личность. И вот рэпер Гнойный, одно из, значит, бодрых имен которого Сонечка Мармеладова, стопудово читал Достоевского. И выиграл он в свое время знаменитый баттл, может быть, вы уже не помните, а несколько лет назад это было очень громко у Ксимирона. Не потому что он ловко матерится, кто из нас не может ловко материться, а потому что он читал Достоевского в том числе, понимаете? Поэтому я не знаю, как выстрелит то, что вы придете и посмотрите, кто такой Лотман, или прочитаете Илиаду, но это обязательно вам поможет. И те, кто читал Илиаду, всегда будут управлять теми, кто не читал. И здесь надо добавить, что Оксимирон тоже читал Достоевского, судя по всему. Сто процентов, но все-таки проиграл, значит, он меньше читал. Да, может быть, Карамазовых не все, не до конца пришел. Может быть, он Данте не читал. Может быть, так. Пожалуйста, есть ли вопросы в зале? Ребят, поднимайте руки. Яна, пожалуйста, давайте начнем. Здравствуйте, меня зовут Бабкина Арина, я из НГПО именно Мини. Нам вопросы очень так. Были в вашей практике студенты, которые задавали неудобные вопросы, сомневались во всем, также спорили вашу точку зрения? Как с такими вести себя? Вы преподаете уже? Или собираетесь? Были, конечно, очень мало, к сожалению. Вы знаете, я вот, студентам не даду соврать, я уже много лет со студентами пытаюсь образовать понятные в современной медиасфере способы общения. У меня будет во вторник первая лекция, я на лекции скажу, что ребята, староста должен сегодня завести группу в Телеграме, в которой мы будем общаться. Знаете, кто самый активный в этой группе? Мне это непонятно. Вот у меня мой дорогой учитель, мой великий совершенно человек Юрий Павлович Вяземский, может быть, вы его знаете, надеюсь, что знаете, по программе «Умницы, умники» и так далее. Вот если бы, когда я учился, Павлович сказал, тогда не было Телеграм, я бы сказал, что вы можете мне там каждый день звонить, я бы звонил ему каждый день. Ну, я себя не сравниваю, естественно, но мало таких, мало, я не боюсь таких. Понимаете, как, вот если преподаватель боится вопросов, и если он начинает говорить, особенно если он боится сказать, что он не знает чего-то, по молодости все боятся, естественно. Я уходил сюда и говорил, а это вы посмотрите к следующему занятию, а я знаю, но вам не скажу. Сейчас я просто говорю, нет, я этого не знаю. Но почему? Я вообще очень здорово, вот я читаю много лет один и тот же курс в философии культуры. Я, конечно, к нему готовлюсь все время, по-разному рассказываю, многое изменилось за годы, которые я читаю. Но что такое для меня и для любого нормального препода вопрос, который тебя ставит в тупик? Это возможность. Он мне дал, вот этот вопрос мне дал возможность подумать над тем, над чем я не думал никогда. Понимаете? А если просто вот такой, хочет покрасоваться, у меня тысяча и один способ сделать так, чтобы он никогда больше не вставал с таким, уверяю вас. Спасибо большое. Пожалуйста, еще. Яна, да. Добрый день. Пайков Константин, университет имени Лобачевского. Вот вы сказали про иллюзию знаний в интернете. Приделось ли вам сталкиваться с мнением, зачем что-то изучать, если есть Google? Вот что вы можете сказать таким людям? Спасибо большое. Ну, вообще-то, мне кажется, что я все сказал по этому поводу. Ровно по этому поводу. Вот, что Google не дает знаний, это информация, которую ты забываешь, это иллюзия знаний и прочее. Я могу вам посоветовать книжку, где подробно эта тема разбирается. Там они сделали ужасный перевод, называется конец, в русском переводе называется конец экспертизы. Но слово экспертиза в русском языке имеет не то значение, которое в английском. И правильно надо было этот перевод назвать конец экспертного знания. Где человек, вот там 300 или 400 страниц, американский профессор, вылетел у меня сейчас к вопросу о памяти из головы, фамилия его, где он, по-русски, называется конец экспертизы, и под заголовок такой маркетинговый, как интернет убивает знания. Не про это, книга намного более серьезная. Но он там подробно отвечает на тот вопрос, который вы задали. Ну, а кратко, мне кажется, я уже ответил. Посмотрите, я очень вам ее рекомендую. Пожалуйста, еще вопросы. Добрый день, меня зовут Мария, я из педагогического университета Нижний Новгород. Во-первых, хочу сказать большое спасибо за то, что вы сегодня с нами, за ваши мысли. И вот такой вопрос. Сейчас затрагивалась тема тенденции в системе образования. И одной из тенденций является непрерывное образование в течение всей жизни. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, человек до какого возраста в современном мире может учиться продуктивно. Спасибо. Спасибо. Два момента. Понимаете, ну, во-первых, мы, конечно, с вами понимаем, что все новое – это хорошо забытое старое. И вот это «мы пришли к мысли, а непрерывно…» «А, боже мой!» А раньше вот никто не приходил к этой мысли. Нет, человек либо он умный, либо не очень. Если он умный, он учится всегда. Он понимает, что читать нужно только те книги, которые стоит перечитывать. Вот я, сейчас у меня был небольшой отпуск, я перечитал «Преступление и наказание». Наверное, в восьмой раз совершенно, вот, ну, абсолютно новые открытия Федор Михайлович опять сделал для меня. Когда я читал первый монолог «Мармеладова», мне самому захотелось пойти и старушку задушить. Потому что так жить нельзя. Ну, понимаете, я никогда вот так это не… Вот у меня никогда не было… Понимаете, для меня стало… Мне в школе казалось, ну, все понятно. «Негодяй, это нельзя», то есть все понятно. Сейчас мне ничего не понятно. Мне ничего не понятно. Я перестрадал весь этот текст. Поэтому человек учится, сколько вот у него хватает понимания того, что учиться надо. Всегда, всему продолжает читать сложные книги. Большинство людей перестает читать, окончив вуз. Это тоже надо понимать. Вы должны понимать, что ваше чтение закончится с выходом из университета. Все. Большинство из вас не будет больше читать, потому что надо себя заставлять. Я Инстаграм введу. Подписывайтесь, кстати, на мой Инстаграм. И знаете, когда ты что-нибудь пишешь, самый такой вопрос. Когда вы все успеваете? Как вы читаете? Просто надо взять и читать. И не надо сидеть там… Мы проводим в среднем 6 часов 45 минут в интернете. Россиянин от 16 до 84 лет. 6 часов 45, это 100 дней в году. 100 дней. Мы сидим в гаджете и мы говорим, когда найти время читать? Я вас умоляю. А второй момент связан с непрерывным образованием, с тем, что вот эти треки профессиональные в вашем поколении, в отличие, скажем, от нашего и предыдущих, они будут 3-4 раза в жизни, ну как говорят, прогнозы дела неблагодарные, но скорее всего будут меняться. То есть у нас человек там начинал медсестрой, заканчивал доктором наук и так далее, и все это время было в медицине. Сейчас это намного более гибкая история. Вот это отличает, в этом отличается нынешнее время от того, что было раньше. Никогда таких зигзагов больших не было массово, сейчас они будут. Вопросы из ВК. Да, я вот видела невероятный вопрос, сейчас я его найду. Значит ли это, что должен быть невероятный ответ? И он будет, мы уверены, про призвание, да, народ спрашивает, как найти свое призвание? Вот такой, да, краткий вопрос. Знаете, был такой фильм «Мусульманин», и там герой Евгений Миронов говорит, а этого никто не знает. Вот мой учитель, Илья Павлович Вяземский, говорит, что человек счастлив, когда есть два условия. Когда он занимается любимым делом, и когда оно у него получается. Все остальное – это тайна и магия. Еще вопросы. Мы перейдем, ребята, к вопросам из зала. Сейчас просто пару из онлайна зададим. Как современному преподавателю влиться в пожилой учительский коллектив? Видимо, молодой преподаватель спрашивает. Спрашивают молодые преподаватели. Легко и непринужденно. Отлично. Время кратких ответов. Возможен ли в России переход на образование на 12 классов? Слушайте, я вообще категорический противник прогнозов. У нас прогнозами занимаются плохие политологи, которые делают прогнозы, а потом, когда они не сбываются, объясняют, почему они не сбылись. И за это получают деньги. Я говорю либо о том, что есть, либо о том, что было. О том, что будет говорить сложно. Я не занимаюсь до такой степени образовательной системой. Я думаю, что будет расти вариативность. Но 12 лет, 10. Вот я 10 лет учился. Ничего, как-то мы живы еще. Понимаете, в чем фишка? Страшную вещь скажу для всех педагогов. Образование – это все равно самообразование. Вы можете выйти дебилом из Оксфорда, а можете, в общем, в любом среднем вузе стать, после такого среднего вуза стать яркой звездой. Но просто нужно заниматься, копать и самому учиться. Никто вас, нельзя из вас сделать образованным человеком, если вы не хотите. Еще один онлайн вопрос. Стоит ли вводить обязательное изучение иностранного языка с первого класса? Что вы скажете? Для того, чтобы выучить язык – нет. Для того, чтобы развивать мозг, может быть. Но вот у меня просто относительно мелкие дети, 13, 11, 9 – это важная для отца вещь, чтобы быстро произнести возраст детей. И они учат со второго класса второй язык. Я считаю, это совершенно бессмысленным. Второй? Абсолютно. Я вижу, что они ничего не знают. Я серьезно начал заниматься английским языком. Понятно, что я закончил особый вуз все-таки, но я всерьез начал заниматься языком. За два года до поступления в институт все нормально. Давайте перейдем к вопросам из зала. Пожалуйста. А потом вот девушка у нас во втором ряду. Яна, хорошо? Здравствуйте. Меня зовут Кирилл Суфей. Здравствуйте, Кирилл. Спасибо большое. Спасибо большое. Вы все-таки в нашем окне называете «Новое знание». Мне интересно спросить, а какое самое полезное, важное для вас знание вы получили в своей жизни? Понимаете, это вот, no offense, да, Тимофей? Это вопрос немножко из серии «Назовите вашу любимую книгу». Для меня, вот я вам, можно я по-другому отвечу? Да, кстати, вот люди, которые берут интервью, знают, что какой бы ты ни задавал вопрос, человек говорит о том, что он хочет сказать. Я могу вам сказать, почему я стал преподавателем. Потому что у меня с детства, мне мама рассказывала, это я уже не помню, что вот в детском саду я там, сидя на горшке, рассказывал сказки, остальным сидящим на горшке, а воспитательца радостно уходила. То есть у меня есть такая черта, вот если я что-то узнал, мне сразу хочется этим поделиться. Поэтому, в принципе, мне нравится узнавать новое. Поэтому мне сложно сказать, какое там самое важное. Но если уж все-таки предположить, что это вопрос из серии «Особый вопрос», я дам особый ответ, что в этом мире есть любовь. Пожалуйста, еще вопросы. Здравствуйте, меня зовут Эмако Анастасия, технический университет, имя Алексеева. Сегодня говорили много о том, что знаний в наше время очень много, и в интернете так много свободной информации, в легком доступе, что люди перестают ее, так скажем, ценить, потому что они очень быстро ее получают. Не кажется ли вам, что, так скажем, Аннушка уже разлила масло, и дальше такая тенденция будет все продолжаться и продолжаться? Спасибо. Ну, конечно, естественно, будет продолжаться. Более того, я, например, глубоко убежден, что для того, чтобы что-то изменить в нашем образовании, вот мы говорили об этом, надо сильно сократить количество высших учебных заведений. Я вот в 93-94 году до вашего рождения еще учился в Соединенных Американских Штатах в Калифорнии. Там было 14 569 студентов. Я тогда впервые подумал, что такому количеству вот этих моих однокашников высшее образование точно не нужно. Они его просто на моих глазах уничтожали, потому что открытием для студента этого американского университета было то, что площадь России больше площади Соединенных Штатов Америки. Неожиданное знание. Это было самое важное знание в его жизни, наверное. Пожалуйста, вот в последний ряд там где-то. У меня есть такой вопрос. Спасибо большое за выступление. Меня зовут Сергей. Я уже третий курс, учусь на историка, но у многих моих школьных друзей, друзей абитуриентов, которые уже стали студентами, была такая проблема в том, что они не знали, что делать, куда поступить, с чем связать свою будущую жизнь, то, что это на всю жизнь. И у меня такой вопрос, что делать этим людям, которые не знают, что делать, куда поступить, что в такой ситуации нужно делать. Вы знаете, мне всегда приятно, когда задают такие вопросы, потому что ты себя ощущаешь человеком, который все знает, и может на любой вопрос сказать, записывайте. Сейчас передайте вашим друзьям следующее. Это сложный вопрос. Это вот великое счастье. Мне он сложен вдвойне, потому что я начал преподавать, будучи студентом четвертого курса. То есть я начал заниматься своим любимым делом, когда еще учился. И у меня вообще никогда не было этой проблемы. Чем мне заниматься? Меня позвали в церковь, но это тоже было довольно органично. Кстати, мне патриарх сделал предложение, от которого не смог отказаться. Но здесь, во-первых, точно не надо бояться, что вы будете заниматься всю жизнь, потому что, как я уже сказал, вы не будете этим заниматься всю жизнь, скорее всего. И образование так построено, что зигзаги будут обязательно, причем довольно серьезные, может быть. Иногда, знаете, вот бывает, когда вот призвание у нас сегодня звучало слово, оно возникает очень поздно. Вот, например, моя родная сестра, она по первому образованию базовому, она художник. И вдруг, там, в 20 чем-то лет, уже будучи дамой преклонного возраста, она решила, что ее призвание медицина. Она закончила медучилище сначала, потом медицинский институт. Сейчас она очень хороший врач. И, в общем, бывают и такие ситуации. Ну, вот надо как-то только... Если вот лежать на диване пить пиво, точно ничего само с собой не произойдет. Если пить пиво в перерыве между активными, тогда можно надеяться на результат. Пожалуйста, есть ли еще в зале у нас вопросы? Да, а если и не пить пиво, то все быстрее гораздо случится. Здравствуйте, меня зовут Марина. Я из педагогического университета Нижегородской области. У меня такой вопрос. Если у вас ребенок захочет выбрать профессию, которая вам не нравится, что вы будете делать? Заставлять или перебеждать его? Спасибо. Побью. Шучу. Да ничего не буду делать. Дай бог, чтобы выбрали профессию какую-то. Ну, конечно, у меня есть какие-то мысли, как у любого плохого родителя, о том, что вот хорошо бы, чтобы ребенок пошел. Но это... Я же понимаю, что это все ерунда. Ну, вот выберут. Главное, если это будет профессия, которая... Вот где будут совпадать вот эти две вещи, она ему будет нравиться, они будут у него получаться. То есть это очень важно. Трагедия, когда человек не понимает, что у него не получается. Вот я главный редактор журнала, Фома, минутка рекламы журнала. И вот нам, мы получаем, как любой журнал, очень много стихов. Самый сложный момент, если бы меня спросили, какой был самый сложный момент в жизни, когда мне позвонил друг и сказал, опубликуйте тещу мою. Он меня поставил вообще в безвыходное положение. Друг, теща. И нас спасало то, что есть такой великий журнал с историей «Новый мир», и у нас рубрика «Поэзия» в нашем журнале, Фома, она совместно с Томми. Я сказал, только через «Новый мир». Вот если они одобрят, тогда опубликуем. Вот это правда трагедия, когда человек не понимает. Мне все время шлют какие-то люди, видимо, считая, что я разбираюсь в музыке, вот они что там спели, сыграли. Ну как вам? Ну как сказать, что лучше не играть? Тяжело. Окей, хорошо. Спасибо большое. Ребята, есть ли еще вопросы в зале? Давайте тогда в онлайн опять перейдем. Сейчас я быстренько открою то, то, что было. Даша, у тебя есть? Да. Онлайн вопрос про вас лично. Можете ли вы вспомнить свой самый трудный экзамен в качестве студента? Или вам все экзамены с легкостью давались, потому что вы могли до этого накануне вечером простыми словами объяснить маме или младшим? Нет, я поступал гораздо круче. Кстати, ноу-хау продаю, бесплатно совершенно отдаю. Значит, сидишь на первой парте, естественно, поедаешь глазами преподавателя и после лекции обязательно задаешь вопрос. Если это делать с завидной регулярностью, ну, ниже четверки вы, скорее всего, не получите, потому что эта девочка, которая сидела у меня на всех лекциях и все время спрашивала какую-то, вы же не помните, что она спрашивала, в общем, ерунду, но она же не может не подготовиться. Ну, шутки шутками, я просто так доставал преподавателей своих, что вот Юрий Павлович мне сказал, что мы с вами столько беседуем, что мне еще на экзамене вас слушать. А самый сложный экзамен у меня был, у нас был такой предмет история стран Азии, Африки. Вот для меня это был самый сложный предмет. Экзамен самый сложный. Кто-то упал после этого, слышите, что это упало? После Азии и Африки, потому что это действительно непростой вопрос. Но вы уже частично ответили на этот вопрос. Можете ли вы назвать человека, оказавшего на вас самое сильное влияние в студенческие годы? В студенческие Юрий Павлович Вяземский, да. У меня была, понимаете как, у меня же была особая история. Я жил вот в северном Казахстане, в маленьком городе, и я прочитал в шестом или в седьмом классе повесть Вяземского шута. Она в свое время прогремела, и по ней был снят фильм. Я фильм посмотрел, и там бредил этим фильмом все. И вот я приехал, поступил в МГИМО со второго раза. Первый год я не поступил. И вот мы идем с другом по коридору. Он говорит, а вон Вяземский идет. Я так, МГИМО, может, какой Вяземский? Может, тот? Мало ли, может, вместе с Пушкиным прогуливаться. Я говорю, какой Вяземский? Он говорит, который шута написал. Но в принципе, если бы он сказал, что вот идут Пушкин с Вяземским, это примерно такой же был бы для меня эффект. И я вот к Юрию Павловичу, так сказать, в него вцепился. А вот еще очень хороший вопрос. Если на лекции вы увидите, вернее, периодически, наверное, видите, что студенты не вас слушают, а смотрят в гаджеты. И прям вот смотрят, и смотрят, и не смотрят. Ну, если бы я не был таким скромным, я бы сказал, что на моих лекциях студенты не смотрят в гаджеты. Ну, наверняка же бывают такие, кому не оторваться. Бывает. Ну, понимаете, как, если смотрят в гаджеты, я особо не обращаю внимания, потому что моя задача оторвать, но не разговаривают. Вот это я не допускаю. Я не пускаю опоздавших и не допускаю разговоров. Есть коллеги, которым все равно. Просто если пускать опоздавших, студенты будут подтягиваться минут 45 или от 45 минут до конца пары. Я на первой лекции говорю, что я в аудиторию вхожу последним. Закрываю дверь, я никого не пускаю. Все, поэтому разговоры, ну, поверьте, есть много способов у преподателя. Не потому, что я такой вот. Просто вот сейчас-то мы в свободных отношениях, а когда на первой лекции я сразу говорю, экзамены меня сдают все. Кто не сдает с первого раза, сдает со второго. Кто не сдает со второго, у преподателя есть инструменты воздействия. Надо просто ими уметь деликатно пользоваться. Ну, и очевидно, это третье С. Нужно слушаться преподавателя для того, чтобы чему-то научиться. Стать аноксимандром. У нас есть еще время на вопросы? Я могу заканчивать, к сожалению, потому что Владимиру Романовичу нужно двигаться. Мне говорят, что есть еще пять минут у вас, как мы только что выяснили. Да, потому что невероятное количество интересных вопросов. Если студент задает вам вопрос, ответ на который вам неизвестен. Мы уже задавали этот вопрос. Вы можете сказать прямо «я не знаю», да? Сейчас могу, когда-то не мог. Когда-то мне казалось, что это катастрофа, ужас. Сейчас могу легко, конечно. Это тоже некий показатель того, что вы… Это ничего не показатель. Это просто показатель, что я не совсем идиот. Ну, что такое? Ну, не знаю я, конечно, почему я должен все знать? Я же не Википедия. А вот к вопросу о книгах. Мы поняли, что у вас любимой книги нет, потому что вы читали много. Давайте, может быть, какой-то совет ребятам, да и, собственно, нам с Александром тоже. Что почитать, перечитать? Я могу, Витя, это же тоже такая… Именно когда тебе 17, да? Нет любимой книги, это же такая вот, знаете, тоже такая, так сказать, перформанс. У меня есть книги, которые я чаще всего перечитываю. Ну, это вот пятикнижие Великое Достоевского. Вот Павлович, кстати, Вяземский говорит, что «Войну и мир» надо перечитывать каждые пять лет. Но у меня каждые пять лет не получается. Вот, кстати, то, что такое учитель-ученик. Вот я прочитал приступление, что я сделал? Я ему позвонил, я говорю, Юрий Павлович, я прочитал… Вот понимаете, что это, когда не нужно вот просто… Юрий Павлович, здравствуйте, я прочитал приступление наказания. Без паузы. Ну, вы поняли, что эпилог искусственно пристегнут там? Я говорю, нет, как вы не поняли? И вот мы там полчаса говорим про Достоевского. Вот это отношение учитель-ученик. Учителю 70, ученику 48. Нормально все. То есть читаем? У меня есть три книги, которые я чаще всего перечитываю. Это «Исповедь Августина», книга, которая совершила переворот в свое время во всем. Это великий человек, определивший интеллектуальное развитие Европы на тысячу лет почти. Это Дон Кихот и братья Карамазовы. Мне кажется, это идеальный тезаурус просто вы сейчас назвали. Большой, главное толстый. На долгую хватит. Можно по кругу его перечитывать и перечитывать. Нам нужно заканчивать, к сожалению. Спасибо большое, друзья. Спасибо огромное. Это было невероятно. Спасибо. Как вам нравится? Можно в любую сторону. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо, Владимир Иванович. Ну вот, друзья, мне кажется, можно поаплодировать еще. Вы как-то очень скромно аплодируете. Да, у нас план такой. Мы сейчас делаем небольшой перерыв на кофе, после возвращаемся. И еще много сюрпризов для вас у нас есть. Да, нас ждет видеоинтервью губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского. Так что не уходите далеко и после короткой паузы возвращайтесь. И, конечно, эту встречу, которую мы только что с вами засвидетельствовали, мы сможем увидеть онлайн. Так что смело завтра уже, я думаю, все будет доступно. Можно заходить смотреть. А пока небольшой перерыв.